Вас сегодня на презентации второй книги Юрия Дмитриева. И презентацию будет вести наш большой друг Анатолий Анатолий Анатольевич Разумов, водитель Центра в обращенной имена Российской Национальной Библиотеки. И, конечно же, хотелось бы, чтобы эта книга была презентована в совсем других обстоятельствах вместе с автором. И как в начале книги написано, что мы в последующей книге, я тоже надеюсь и присоединяюсь к этим словам, что мы сможем вместе с автором в других обстоятельствах на презентацию. Спасибо, тогда мы начинаем. Спасибо, Роман Владимирович. И спасибо за то, что мы здесь собрались. Когда-то здесь была презентация первого дома. Спасибо за помощь в издании. Большущую помощь. Мы входим в одну и ту же рабочую группу по коричневому проекту общероссийскому. И на заседании в ОФИ 26 августа нынешнего года мы согласовали, что можно будет провести московскую презентацию в музее истории ГУЛАГа. Для меня это замечательное место. Я помню, как создавался музей. Принимаю участие в каких-то встречах с сотрудниками музея. Помогаю, чем могу. И это мне абсолютно другое. Да еще я и остановился здесь в музее. Здесь здорово, замечательно работаются. Работаю, даже работал и уже над третьим домом немножко. Сколько было времени. Мы продолжаем это. Я окончил исторический факультет Питерского университета. Я выключил свой звук, своего модели. Когда-то очень давно. И с тех пор 43 года работаю в публичной библиотеке. И теперь на Российской национальной Петербурге. Придумал, что надо заниматься и в библиотеке, и в книговой памяти. Как только разрешили это во время Большой Оттепеля, в конце 80-х, в начало 90-х годов. С тех пор эти и занимались. В 91-м году замечательное было время надежды. Это был 30 октября 91-го года. Был, отмечался первый день в памяти жертв политической репрессии Новой России. А раньше это был день полиции повещенного СССР. В этот день я впервые услышал о таком замечательном человеке, как Юрий Алексеевич Дмитриев. Он именно в этот день организовал захоронение. Ведь когда-то убитых тайно поначалу никто не хоронил. И сваливали большие ямы. И вот когда нашли на окраине Петрозаводска, в Сулаж-Гаре, около 400 останков расстрелянных во время Большого Сталинского террора, Юрий Алексеевич организовал торжественные проводы этих останков и захоронения на Зайском кладбище. Рассказывают, где по фотографиям видно сотни, может быть, тысячи горожан шли за этими останками, их захоронили. Там теперь для него шут скромный мемориал с плетами и именами этих людей. А потом было сотрудничество на расстоянии по книгам политиков. Потому что я работал над наготовным ленинградским мартеологом, а Юрий Алексеевич готовил вот этот капитальный труд, поминали списки Карелии. Он вышел ровно 20 лет назад. Я был в Петрозаводске на презентации этого дома. Юрий работал вместе с Иваном Ивановичем Чиклиным, замечательным таким же подъездником, сотрудником милиции в прошлом. Потом депутатом в Государственной Думы. Они готовили списки расстрелянных, и не только расстрелянных по Карелии во время Большого Сталинского террора. А получается, что у нас герои-то были одни и те же. Уроженцев Петербурга увозили для расстрела в Карелию, отправляли на Беломорканал, а потом расстреливали по разным местам Карелии. Наоборот, корейских жителей привозили для расстрела, часто как Ленинград. Поэтому, конечно, мы обменивались сведениями об этих людях. Начал выходить в 1995 году Ленинградский маркеролог. И на расстоянии уже мы хорошо представляли друг друга, как и вообще всех других состоителей книг памяти. Тогда мы по регионам начали очень быстро видеть друг друга. Вот здесь с нами сегодня Ленина Алексеевна Голокова, которая работала в те же годы над Наготовским полигоном. Это было хорошее содружество. Мы были полны надежд, наивными. Мы думали, ну так я от себя говорю, но знаю, что коллеги тоже так примерно. Мы думали, что когда мы эти все книги опубликуем, обнародуем эти все имена, станут известны места злодеяний, которые мы охлевали, пытались превратить их в места памяти. Но люди переменятся. Мы уже, может быть, даже, ну совсем другое нечто наступит, не то что в нашей родине, а вовсе на земле. А потом постепенно при работе мы поняли, что, пожалуй, наверное, не это важно. Мы работаем для тех, кто поймет, для тех, кто захочет понять, после нас когда-нибудь. И вот этот первый капитальный большой... Это не первый труд, который выпустил Юрий Алексеевич. На самом деле, первой книгой его стала книга «Место расстрела Сандармох». Я ее обычно вожу всегда с собой и показываю. На плохой газетной бумаге, 3000 экземпляров. Книга вышла в 1999 году. Это уже был излет, конечно. Это был излет предыдущего времени. Для меня, когда вы чувствуете, что когда что-то закончилось, началось, что нечто другое, это был 1997 год. Для меня это был год рубежным, когда... Когда такое внимание и такие надежды к книгам памяти, к книгам памяти о погибших, пострадавших, они начали уходить в какую-то другую, более теневую сторону нашей жизни. А мы продолжали свое. В 1997 год был объявлен годом согласия кремьерия нашей стране, указан президентом. И так посчастливилось, что именно в этом году в Карелии нашли два бывших спецобъекта бодезапасности, два места злодеяния. Сандарт-Сандармок под Дмитрием Живорском и Красный Бор под Петрозаводском. Юрий Алексеевич имел к этому пригое отношение. Незадолго до открытия в 1997 году в Сандарт-Сандармоке возле Катармок погиб Иван Романчуким. Но практически уже подошли к документальным материалам, обнаруженным в архиве госбезопасности Карелии. Было понятно, где искать, где искать по Павенецкому тракту от Медвежегорска до Павенца, где же искать основное место расстрела. И такая экспедиция в июле 1997 года состоялась. От Карельского намеряла Юрий Алексеевич Дмитриев, от Питерского намеряла Вениаме Дмитриевича Офи и Ирина Анатольевна Фриде. Долго ходили. Они, примерно, на том расстоянии, где должны были найти место. Почти уже решили, что оно и не будет найдено. И тут вот как раз целяли свою роль черты именно Юрия Алексеевича. Он отличный поисковик. Я вам говорю, это как архиволог по образованию и историю. Он прекрасный поисковик, у него хорошие чеки, он на это, и он был полностью вовлечен, вот в процесс поиска был убежден, что он найдет. Он вместе с тогдашней своей собакой, собакой, ведой, которая его сопровождала. И тогда, и в этой экспедиции была еще и его дочка, маленькая тогда школьница, Екатерина Кот. Она сегодня жалеет, что не может быть с нами, передает всем большущий привет. Заховрала немножко, но мы сегодня и говорили о том, что вот такая замечательная презентация. И вот Юра пошел один еще раз осматривать окрестные леса, посмотрел место, где удаленное от дороги достаточно, а он хорошо знал по документам госбезопасности читал в допросах одного из чекистов, как расстреливали, какие условия должны были быть для места нераз конспирации тайной в лесу расстрела, на каком удалении, как маскировалось потом на это место и так далее. Вот учитывая все эти приметы, он наконец пришел не в карьер, как все думали, что где-то может быть на месте песчаного карьера, а просто часть обычного леса, где увидел хороший глаз, другой бы и не заметил, сколько людей там ходили по этому полюсу местных жителей и десятилетиями никто не обращал на это внимание. Он обратил внимание, что провалены, запалены немножко в земле, они в общем напоминают некую правильную форму и было решено там провести обследование. Это было 25 лет назад. Привлекли солдат местного гарнизона, приобретив прокуратуру, начались раскопки и очень скоро все убедились в том, что это то самое, это место захоронения сотен и тысяч расстрелянных близ столицы Беломорско-Малтийского лагеря Медержегорска. Через два года Юрий Алексеевич выпустил вот эту книгу «Место расстрела Сандерго». Он делал ее таким образом. Он изучил документы о расстреле в архиве госбезопасности. Я, как работавший много лет в архиве госбезопасности Петербурга, я не ношу шляпу, то снял бы, конечно, шляпу перед тем, перед той работой, которую он проделал. Знаете, копировать было невозможно тогда документы. Ни фотографировать он не мог, ни мог снимать ксерокод и этих документов. Он анектовал акты о приведении прикола в исполнении других документов и затем расшифровал и вел в больших общих тетрадях ввел список этих документов. И вот на основании документов о расстрелях Дмитрий Жегорский, это максимум того, что можно было учитывать, указывать в документах о расстрелях, он при найденном основном месте расстрела, он привязал эти имена к урочицу Сандармова. Таким образом, здесь были опубликованы около 5000 имен расстрелянных и Юрий Алексеевич всегда подчеркнул, что для него они все равны. Он какую-то одну группу расстрелянных не отделяло от другой. А это кто? Это и, конечно, известные первые партии Соловейских заключенных, 1111 человек, которые привезли в Дмитрий Жегор для расстрела. Это самая моргидром и знаменитая история. Но там еще и по 3000 больше человек расстрелянных заключенных Беломорско-Балтийского лагеря, который тоже получил план на расстрелы. Это труд поселенцев или спецпоселенцев в Карелии. Это обычные жители Карелии. То есть самые разные люди. Мы издали второй тонн книги «Место памяти» Сандармова Юрия. Мы не подгадывали так, чтобы это совпало с годовщинами нынешнего года. 25 лет под приписом Дармуха и 85 лет со дня начала Большого Сталинского террора. Но не сказать об этом конечно сегодня нельзя. Многие ведь не понимают, что такое Большой Сталинский террор, который начался заданиями партии правительства на всей европейской части Советского Союза в один день. 5 августа 1937 года. Даже в архипелаге у Солженицына есть я не абсолютно дословно привожу фразу, но есть такая фраза, что старые лагерники говорили, что чуть ли не в одну ночь все началось. Точно. Именно так и начали. Это был день 5 августа. И теперь все на дороге это день памяти, когда приезжают не только местные жители приходят, а приезжают люди со всего мира, что почти память погибших. Обычно когда я веду церемонию памяти в день полизакрещенного, в день памяти жертвы детской пенсии на Тройской площади Петербурга, то последние годы всегда уж так сложилось, говоря о том, что мы поминаем миллионы погибших, пропавших без вести и пострадавших от государственного террора. Вот 5 августа 1937 года до 7 ноября 1938 года в Советском Союзе были учтены как убитые, как расстрелены около 800 тысяч человек. И если понимать, что в то же самое время многие умерли от побоев, от голодовки в застенках, на этапах и в лагерях, то страна потеряла, по моим представлениям, а я изучил множество документов о расстрелах по Северо-Западу, вообще, может быть, почти, почти все, страна потеряла около миллиона человек без войны, на ружном месте. Вот отсюда и такая отсюда нарицательное возникшее представление о 37-м годе, хотя 30-го службы страшнее было. Отсюда это память. И книга, конечно, о Сандербурге, тогда место расстрела Сандербурга очень быстро разошлась. А потом Юра довел до ума вот это большое капитальное трудопоминание в списке Кореи. Уже не было рядом Ивана Ивановича Чухина, но он это сделал. Родители просто помогали ему жить, он думал о детях, которые с ним, а тем не менее сидел, он просто работал, работал, работал. Вышел это кто? Я говорил, что я был на его презентации. И я спросил Юрия Алексеевича тогда, на Закаловке на титул написано «Уничтоженная Карелия, часть первая, Большой террорий». Ну, вот, конечно, на ней что-то написано. Я очень редко задаю вопросы, но я так осторожно мы познакомились лично в 2000-м году, когда я приехал в Петрозаводск, это был проект врачей-демина мы все были объединили для создания общего свода электронного имен погибших и пострадавших государственного террора. Я спросил, а часть вторая, Большой террорий, я спросил, Юра, а первая часть, то есть, вторая, а что с первой частью? Я сказал, когда-нибудь будет и первая. Раз у нас есть возможность это сделать, не с этого началось все, не с 37-го года. Он был прав, а то он глубоко смотрел во многом. И ведь эту самую предыдущую часть он уже капитально подготовил, она называется спецпоселенцы в Карелии, у крестьян, которых согнали со всех территорий Советского Союза в Карелию, обслуживать Беломорско-Балтийский канал, в Беломорско-Балтийском комбинате. Жили они в спецпоселках, которые мало чем отличались от, собственно, от лагерей, семьями, в ужасных условиях и погибали. А когда пришли планы партии правительства, ведь это 37-й год, это спущенные из Москвы планы, сколько человек по первой тюрьме расстреляли, сколько человек посадил погибли. И на этих только поселениях пришли тоже свои планы. Благ семьи и многих расстреляли. Вот около 11 тысяч в нем Юра собрал, включая детей, в будущую книгу печатную, она еще не вышла, когда-нибудь будет издана. и капитальная руководность ждет своего издания. Но уже и в первом томе этой книги, и во втором томе мы использовали найденные материалы для того, чтобы дополнять биографию расстрелянных глав семьи. В 16-м году история большая с попыткой изменить память Сандармоха. В 2008 году объединению Петрозаводск арк-проект было выдано задание изменить архитектурный облик Сандармоха. Кому-то очень не нравилось. Кому-то я говорю, кому-то, потому что я же с ним не служил, не знаю, не знаю, не перебил. В общем, конечно, в таких чиновных кругах все это, как правило, потаенные дела. Дмитриев был членом республиканской комиссии по восстановлению право реагритированных жертв политических песеней, не городской комиссии. Из-за памяти о реагритированных стоял совершенно горой. Но одновременно, вот началось совершенно другое время. и как-то хотелось найти такую точку зрения государства, которая сложилась после 97-го года. Ну, представьте себе, вот чиновники, отпущены в 97-м году большие средства на то, чтобы согласиться и примириться. Целый год согласия и примирения. И все, собственно говоря, уже все согласились, примирились, точки поставлены, правильное понимание есть этой темы. Остальное надо меньше ворошить, говорить точно об этом. В конце концов, мы этому уделяем внимание. И вот на этом фоне особо раздражительной Сандармоги стали возникающие памятники. А Юрий Алексеевич постоянно поддерживал. Здесь вот идет ряд фотографий этой книги памяти старого Сандармога. И вот я же беседовал с теми людьми, которыми мы выбили задание в 2008 году. Вот знаете, как-то у нас очень скучно вот эти все национальные памятники. Понимаете, вот те, другие, их очень много. Надо как-то что-то передумать, как-то переделать это все. Надо что-то переделать. С этого начиналось. Но не нашлось больших денег, как будто бы. И немножко эта тема замерла. Однако в 2016 году еще новая часть нашей истории новой России. Вдруг началась общественная компания в средствах массовой информации по дискредитации местных памяти Сандармог. В основе ее привлекли к этому делу и людей с именем историков со степенями докторскими. И они выдвинули такую, ставили такую гипотезу. Для простого человека слово гипотеза уже магичное. Гипотеза люди предполагают ученые доктором наук. В чем состояла эта гипотеза? Гипотеза состояла без преувеличения. Вопросту следующем. Во время войны здесь были финны. Значит, раз они здесь были, они могли знать об этом месте расстрела. Мы вот не отрицаем, были тут сталинские расстрелы, но во время войны финны об этом могли. А раз могли знать, то они могли здесь расстреливать наших красноармейцев. Вы знаете, это же бесстыдно совершенно, но развелась эта вся теория. Правительство впервые отказалось принимать участие в Дня Памяти 5 августа, хотя 30-го, вот это же День Грады государства, там могли принимать участие. И дело пришло к тому, а для меня это так, по-разному люди думают о том, почему заряжали, почему арестовали, как сложили дело, меня это так, переведу, я тоже об этом рассказывал. Сидит он, и тыж я выступал на его процессе как свидетель, и постоянно говорю одно и то же, сидит Юрий Алексеевич за сам Дарбог, в целом за всю свою работу. Его арестовали в декабре 16-го года, и тогда Виктор Михайлович Ануфлиев вступил в дело как адвокат, сегодня он с нами, он расскажет о том, как проходил процесс. Мы тогда надеялись, что может быть это быстро недоразумение закончится, это вообще типично для нормальных людей, что если что-то глупо, плохое и несправедливое, так оно может быть закончится, но о том все нет. Состоялось выездное заседание Совета по развитию гражданского общества и права человека в Петрозаводск. Меня пригласил эксперта туда, тогдашний руководитель Совета Михаил Александрович Федоров. Мы приехали в Петрозаводск, это был феврар, тут собственно полтора месяца прошло со дня ареста. Мы приехали в Петрозаводск, была небольшая группа именно по делу Дмитриева, мы посетили семью Дмитриева, прокуратуру, органы опеки и вынесли свое осуждение прямо на заседании Совета по правам человека, что дело Дмитриева надуманное и, как добавил Сергей Киленко, мягко говоря надуманное, мягко говоря. Это было определение тогдашнее. Но важнее сейчас в нашей истории то, что нас привезли в Итажеводск. Показали место Сандармог, было заседание о том, что как надо дальше изучать Сандармог, что с этим делом. Были эти самые истории. И как я и предчувствовал, никто не упоминал. Знаете, чиновники очень осторожны. Например, сейчас они говорят про сходящие события, сложная ситуация. Они дальше таких эфемизмов не идут. Вот тогда Итажеводск Дмитриева не упоминали. А я привез эту книгу как раз положил на стол и сказал, что да, можно дальше конечно следовать Сандармог. И Дмитриев был за то, что конечно всегда это надо дальше думать, дальше исследовать. Но давайте начнем с того, что переиздадим эту книгу. Уже много новых сведений о тех, кто расстрелян. Мы по-новому сможем эту книгу увидеть и так далее. И тогда же я придумал ее новое название. Почему? Потому что, ну представьте, за 20 лет это же был объект когда-то госбезопасный, а потом замаскированный и десятилетиями люди в лесу не могли его найти. Потом открыли бывшее место злодеяния. Но когда туда пришли посетители, родные погибших, они общественными усилиями превратили это в место памяти. Это совершенно уже другое место. Вот место памяти. И я придумал название местного памяти Сандармог. Ну, Юрий Алексеевич был в заключении. Говорить об издании это хорошо преданное. Говорить было сложно. Мы начали с малого. В 17-м году в годовщине Большого Сталинского террора выпустили памятку Сандармог расстрельный объект Белого канала. В 18-м году в следующем годовщине следующего года Большого Сталинского террора выпустили еще одну памятку о Сандармоге и Красном Бару. Здесь был и текст самого Юрия Алексеевича. Вот его и портрет хороший из Сандармога в Плестиве. И в этой памяти 18-го года мы уже впервые написали «Готовится книга место памяти Сандармог». Наконец в 19-м году вышел первый тон. Он выдержал три тиража издания. Три тиража первое издание, затем было второе издание. И почти весь разошелся. Вот я сегодня из музея истории ГУЛАГа сохранившиеся первого дома везут в Петербург, потому что занимаюсь рассылкой этих домов. Это по России, и это очень важно, уже их почти не осталось. Наконец, вот видите, мы в нынешнем году удалось издать второй дом благодаря общественным средствам, благодаря всеобщей помощи, всеобщему увлечению группы друзей Дмитриева. Точку в этом доме я поставил 11-го предисловие к тому я поставил 11-го апреля. Ну и стал вопрос о том, как же следующие условия с бумагой, трудности, с типографиями. Но принес как раз к типографу, который делал нам все эти памятки. И он делал прошивые Левашовского мемориального кладбища, такой же объект вызывался только в Петербурге. Спросил, может ли он сделать такой же дом, как первый. В июле мы получили тираж. Это счастье. В этот том мы включили ряд не только биограммы на буквы литеры ГДЕ, но и ряд точерков о погибших, в том числе не только в Сандармохе, потому что наш взгляд шире. Мы понимаем, что многим некуда прийти. Сотни мест подобных большого террора не обнаружены, не найдены, не рассекречены в современной Новой России к нашему стыду. Да это мы, вот Господи, это мы такие. Понимаете, в этом нынешнем году исполнилось, к примеру, сто лет со дня расстрела митрополита Лениамина. А мы не знаем даже в каком городе его встретили. То ли это Петроград, то ли это Москва. Много еще впереди. В предисловии к этому дому приведены именно те, кто заступался за Юрия Алексеевича. Ну, не все, конечно, полностью даже не перевести в предисловие. Но завершил я тем, что живу без уныния. Я думаю, что морок этот развеется, что Россия станет виной, Юрий Дмитриев будет свободен. Рад тому, что сегодня у нас здесь те, кто работал вместе с Юрием Алексеевичем, продолжает его поддерживать или автор даже материалов этого дома. Вот Лидия Алексеевна Головкова. Спасибо, Лидия Алексеевна, вы всегда с нами. И, конечно, в предисловии, где я написал, какие составители книг памяти поддерживают Юрия. Спасибо, что сегодня приехали. Я вам этот экземпляр второго дома и передаю. Вчера был на презентации сегодня также Ян Збекович Рачинский, который очень много сделал для издания и первого тома, и второго тома, и на расстоянии мы согласовывали все материалы, так что во многом это и его заслуга здесь. Меня слышно? Газа, безвинения, прошу прощения. Ян Збекович здесь я прошу вас скажите что-то о Юрии Алексеевиче, об этих томах, о книгах «Альбис». Он подвижник, таких очень мало в отечестве. Есть, к счастью, но очень мало людей, которые в одиночку проделывают такой колоссальный объем работы. Честь и потому, как он себя ведет перед лицом этих нелепых, безумных обвинений. Это, в общем, типично для тех, кто его преследует. Поэтому помним, что такого рода гнусные обвинения выдвигались против других. И во времена большого террора тоже мы можем вспомнить, как доктора Претнева обвиняли в том, что он кусал пациентку за грудь и прочие безумные выдумки. Это вполне повторение тех же форм и методов, секретности которых так заботятся нынешние спецслужбы. И почему они не допускают к архиву этих предлогов. И еще то, что для меня важно, то, что вокруг этого дела собралось столько людей, самых разных. И общественных организаций, и государственных институций, и отдельных энтузиастов, и подвижников тоже. И это тоже очень важная роль. Думаю, что мы многим обязаны, Юрий Алексеевич, именно тем, что создается именно такое человеческое взаимодействие. Беда отечественная в том, что наши исторические периоды слишком длинны. К моменту перестройки уже не было почти людей, которые помнили, как было до 1917 года. К моменту начала реабилитации, к сегодняшнему, это уже почти нет людей, которые реально помнят, что такое был большой террор. И почти нет людей, которые по собственному полу помнят, что такое война. Именно поэтому сохранение памяти, возрождение памяти – это одна из главных задач. И здесь заслуга Юрий Алексеевича совершенно неоценима. И я присоединяюсь, конечно, в конечном счете я оптимист, потому что история – это история людей. И людям вот эта вот идея великого государства не заменит памяти о дедушках, прадедушках, прабабушках, о той истории, которая реально была. Это просыпается, все больше людей обращаются к истории своей семьи. И потому дело Юрия Алексеевича продолжается, будет продолжаться. И в конечном счете, я думаю, о победе. Вот, извините, так, не очень связано. Спасибо, спасибо. Пока мы готовили с Юрием Алексеевичем книгу «Место памяти Сандармов», а он уже на третьем заключении, в 17-м году мы организовали издание тех книг, которые у него лежали в рукописи. И это, конечно, заслуга и Яна Сбегневича, и Романа Владимировича. Все сообщали, провели тогда презентацию вот этих двух книг Юрия. «Красный гор» с именами тех, кто, скорее всего, погребен в Красном Борокоте, в Березаводском. И книга памяти карельского народа «Их помнит Родина». Ее очень ценят в Карелии, очень ценят все карелы, те, кто памятный, помнит тяжелую историю этого народа. Юрий хорошо подошел к этой книге. Я взял эти оба домика с книжной полки в Музее истории ГУЛАГа, чтобы вам сегодня продемонстрировать. Юра собрал имена карелов, справедливо, не только репрессированных самой Карелии, но и изучил другие книги по лизе. Выбирал оттуда имена карелов, участки кирских карелов, и включил тоже в эту книгу. Хорошая, замечательная книга получилась. Молодец. Вот он также как поисковик чувствовал, он также чувствовал, как ему поступать при создании книги. Я упоминал о капитальном труде «Поминальные списки Карелии». Там, знаете, там ведь не общий алфавит в той книге «Поминальные списки Карелии». И здесь-то уже, их помнит Родина, не единый алфавит. Он их распределил по районам, сельсоветам и деревням Карелии погибших. И дал краткие сведения, сколько в этой вообще деревне жило людей, а вот вам погибшие. И тоже я решился на вопрос, Георгий Алексеевич, ну все-таки, ну, а может быть, вот дать было бы еще и именной указатель, к примеру, в книге. Но ответ могут быть разные, такого я не ожидал. Его ответ, он был продуманный сразу, сказал, нет уж, сказал Георгий Алексеевич, пусть поищут по своим деревням, по своим местам, где люди жили и других увидят. И таким образом, вот он был такой подход к этой книге. Ну, с нами сегодня Виктор Михайлович, который только что общался, а сейчас все тревожные вопросы о том, как сейчас, Юрий Алексеевич. И нам, конечно, очень важно будет услышать, вот, собственно говоря, Виктор Михайлович, расскажите о встрече, о Юрии, о перспективах дела. Добрый вечер всем. Мне говорится, что 13 декабря, уже 6 лет исполнится этой истории, главного дела, которое от Ницца Юрия Алексеевича возбуждено в 16-м году. Из них, можно сказать так же, 5 с половиной лет Юрий Алексеевич находится в СИЗО, в колонии исправительной. Вот. И где-то мы с ним встречались позавчера, 5-го числа, 5-го октября. Ну, и могу передать всем одно привет, привет, и самое лучшее пожелание. Всем спасибо за то, что, во-первых, помнит, во-вторых, что участвую и участвует в его судьбе сегодня. Ну, все помнят, все знают, расспрашивают о многих. Я не персонал, так скажем, поэтому я и буду персонал, в его числе, все участвуют в этом присутствующем в его числе, поэтому я именно даю всем. Что касается его сегодняшнего бытия, то надо сказать о том, что, если кто в курсе, то он принимает всю речь. Когда осужденного вообще, и в частности, как Юрий Алексеевич был с таким неврождением обвинения таких, скажем, диких, может быть, для нормального человека. Ну, перед фильмом этой статьи, то там своя технология, вот в этих местах, она, собственно говоря, раньше была, и сейчас мало что изменилось, что для этих людей, собственно говоря, можно унижать, можно каким-то образом воздействовать, кроме того, что они находятся, официально, скажем, в местах этого содержания, и уже законно ограничен эти права, и помогает у них определенные двух санкций, что ли, от имена отбывать. Такое занятие было такое, чтобы Чечень не спешил осторожно, что случается со многими, к сожалению, сегодня, вот в них первые, когда прибывают в колонию, не сбивают, и уродуют, и калечат, и много всего разного. То есть сегодня это сохраняется, полная тесность, потому что я знаю об этом, вот, и встречаюсь с людьми, которые именно поставляют. Поэтому вот это вот прибытие в колонию, скажем, это тоже была часть моей защиты, в том числе моей, естественно. Поэтому в колонию я проезжал, даже на первый раз, если не ошибаюсь, проезжал до того, как он туда прибыл. По начальнику вопроса с администрацией решились, улучшили ли это вооружение стройного режима. Яншевы горы, может быть, собственно, сегодня народу больше, поэтому повторюсь о том, что когда прибывает в колонии обсуждённая, любой, там ничего, кроме последнего приговора, нет. Если взять последний приговор Веры Несеновича, к главу деклары, о 21-м году, то там понятно, что изложено в лабинетном уклоне нас, признанном виновом, изложено те обсуждения, которые, ну, по мнению суда, в данном случае, таким образом доказывают позицию того, что он действительно вот это совершил, что он действительно переговорил и так далее. Которую администрацию, естественно, принимает вновь и вручную, в том числе вот с такими статьями, что написано, приговоря, залить это закон. Ну, что такое и есть. Поэтому пришлось, не пришлось, собственно говоря, это было на плане, я привёз в колонию администрацию, мы это всё посмотрели на это месте, оставил там. Правда, эти приговоры, которые были, затем все заключения экспертиз, которые были психиатрические, в отношении Веры Несеновича начинались в Петрозаводске, говорят, выполнить за эти годы, затем в Санкт-Петербурге, вы знаете, наверное, и в том числе и в Москве, в Институт Сербского, где в чём-то ясно было написано, ну, уже дальше, в Институт Сербского, и в Советское время, собственно говоря, и сейчас, в Россию, в Институте не было больше, так сказать, вершина профессионала этого дела по работе как-то. И, в чём-то ясно было изложено в том, что в Евросоюзе еще не обнаружено каких-либо отклонений в сексуальной сфере и как-то какие-либо педофили на глобусстве. Ну и, кроме этого, был вывод сделан и в Санкт-Петербурге, и в Москве, о том, что те фотографии, которые были явлены, явлены как разводные действия, они, собственно говоря, сделаны в совершенно других целях, в бытовых, в бытовых целях, в том числе и в медицинских целях. Вот эту экспертизу тоже я привёз копии, мы расселили, посмотрели. Потом поддержка общественности, как наши, как международные, что было там, скажем, в парламентах, которые присуждены, пока он находится в местах личных целях. И я привёз туда книги, вот, первый том, первый том, затем вот, уже потом второй том, и книга, которая, поздравляю, вот, Наталья Дюбинова занималась. Поэтому, она где-то вот здесь, а, Робина, вот такая, здесь очень сказано многими людьми, многими людьми очень много хороших слов про Георгия Алексеевича. Ну, естественно, почитаем, как мы сказали, вот, и она осталась там, ему передать это нельзя, но там определенные правила. Ну, она осталась у них для дальнейшего изучения, скажем, вот, и руководство, вот, действия в отношении Алексеевича. Поэтому, когда он здесь приезжает, ну, задача была одна, что сделать таким образом, чтобы мнение осуждённого, которое окружает, соответствовало тому, о чём мы говорили, что это привёз. Поэтому, у Алексеевича, вот, с первых дней, до сего времени, и у таких вот, чего осталось и нет, в частности, не произошло и нет. Более того, ну, где-то вот у него вспомнился такой небольшой, понимаете, коллектив, с которым он может о чём-то говорить, вот, но о чём можно говорить, потому что это специальное, специфическое, и потому что средство зарядки нам вообще ни с кем не следовать не мог в Георгии, потому что там родились в Георгии Малово, там 3-4 человек в Георгии вместе с ним. Ну, говорить, оно выражается не о чём-то, в Георгии Малово. Поэтому вот эта задача, которая, собственно говоря, была выполнена, и вот в этом плане Юрий Алексеевич, конечно, он нормальное существование там. Да. Проблема вторая есть, что, когда он один из, там, где-то около тысячи послужинок, он один из многих, скажем так. Поэтому есть определённые правила, которые они законодательно устанавливают, вот, и ревностные, там, акты общинно, так скажем, которые обязаны выполнять все, независимо от того. Какие-то какие-то заслуги перед Отечеством, скажем, или их нет. И все их должны выполнять. Ну, являясь местами, как раз, многие его знают, вот, скажем, немножко. Поэтому какие-то, может, действия, у него взгляд, они, ну, неважные, может быть, неважные. Вот, может быть, он считает, что это не совсем правильное, как-то, может быть, унизительно. Вот. И вот на этом почве, вот, в последнее время, как вы, они читали, наверное, там, писали, писали, он побывал в ШИЗО в три раза, в три, в трое суток, в два раза в в отряд всего. Формально, как ЧМДХ, обнаружили у него в отряде под отрядом. Третий отряд – кошка, кошка животных, любых, в том числе птиц, запрещено содержать осужденным там. Ну, если бы правило слово информально, оно есть. Второе – предстоящие сотрудники, например, колонии Форби, которые, вот, необходимо здороваться, приветствовать. Вот. И, сближаясь с ними, необходимо руки держать, за спину завести. Тоже, очевидно, написано сформальные требования, которые никто не может изменить. Ни начальник колонии, скажем, нет, у него есть еще кто-нибудь еще. Поэтому, формально, скажем так, хотя мы переговорили подробно, но это формальная причина. Юлия Алексеевич управляет, мне, если, наверное, он прав, а вот, я говорить на вопросе не буду здесь. Ну, да и так, что необходимо было меня какое-то время спрятать. Ну, там проходили определенные мероприятия, которые, скажем, он мог помешать, потому что у него, смотря, дожиться на сегодняшнем событии в Украине, в Среднем Семенове. Поэтому, если вы прочли, вы сказали, Юлия Алексеевич, на этом, посиди, пока что не мешал вам здесь, ну, я и проводил. Который, наверное, обязан проводить, то все было понятно. А там, без предприятия, ну, такие вот, собственно, претензии этого плана. Хотя ничего страшного не случилось. Не случилось, потому что Юлия Алексеевич здоров. Здоров. Никто его, как говорится, не делал с ним ничего, которого он неправильно в том числе знал. Ну, более того, он говорит, что вот я теперь, да, знаю, что такое человека. Какие планы? Ну, во-первых, планы. Ну, во-первых, планы. Ну, чисто вот по целому. Это мы ждем датом изначения в Семенбурге, потому что все документы оформлены, все жалобы написаны, все выражения получены. А в плане творчества, скажем, Андрея Алексеевича, он планирует там отдохнуть, говорит, хватит, надо еще лет работать. Вот он рассказал мне про структуру, так сказать, пока предположительно, книги, которые он за эти годы, которые много и мало, жизнь покажет, будет нам собирать материал, писать. Все пропускается, но не запрещается. Вот такие вот дела. Перспективы, я думаю, все знают перспективы этого дела. Потому как в сегодняшних условиях, в сегодняшних условиях, когда наше правосудие находится, не там, где оно должно быть, и оно должно быть ее самостоятельно. Это тоже не секретно такого. Поэтому, скажем, законный приговор сегодня, законный не приговор, а решение, правильное дело, которое после космосной инстанции пойдет в санузиологию, оно, я полагаю, не может быть сегодня. Ну, и завтра, наверное. Как это вот решено? Ну, по закону, как я все рассказывал, по законным совместам. Ну, собственно, так написано в УРО по целом кодексе. Законный совмест. Ну, мы проходим все стадии процессов. И в том, в том числе, проходили в прошлый раз, а сейчас, проходили. Чтобы дело было полностью готово. Вдруг полностью готово. Все материалы, чтобы содержались для того, что-то на сколько-то час, когда начнутся новые времена, это очередное, как я сказал, то есть, кольки какие-то начнется, возможно, это окончательно должно быть, потому что расширка особенно делала, и не только расширка. Чтобы все материалы были. Поэтому, вот из тех 3-4 домов, которые мы считали, 6 лет назад практически, сейчас там 28 домов делали. Вот мы все, вот эти дома, которые остальные, они все, по сути, заполнены, наполнены этой вот основной защитой. И специалисты, заключения, экспертизы, показания, и все остальное. Ну, кроме того, там, естественно, есть и протоколы судебного заседания, который Анатолий Яковлевич тогда сделал показание. Ну, всем так приходилось, тем, кто хотел помочь официрующим, все приезжали, приезжали. Никто не отвязывался из разных городов. Особенно, конечно, замечательно. Хочется сказать о том, что специалисты, которые участвовали к этому делу, по моей должности, не все, но кто уже дал согласие, они практически шли до конца всех этих процессов. И приезжали три, даже не в четыре раза приезжали, так как это делалось. И все это находится в метрелом-делом. Матрелом-делом для отчетов. Собственно говоря, ясный вывод из всех материалов, что, да, дело Евгений Алексеевича фабрикнуло. Она начиналась как фабрикация, потому что фабрикновение в квартиру, в отсутствие его семьи. Затем искренние компьютеры. И анонимные в традициях худших действительницы нашей советской это анонимное письмо. Когда вот пришло, и там предложили два, как вы знаете, четыре места. Какие-то десятки. И вот это послужило поводу для возбуждения воевого дела. Самое интересное то, что в итоге, в итоге, вот эти вот двое фотографии, которые уже приложены, которые показались использованием для возбуждения воевого дела, это достаточно основание. Они не вошли вообще в обвинение. Не вошли в обвинение, потому что они, собственно говоря, не являются никакими фотографиями, которые можно оценить как вода, как бы тоже. Но так получилось, так есть. Поэтому вот нашу задачу такова. Мы видим, Сергей Юрьевичевич. Мы с ним встречались два жду по-моему со мной жалобы, потому что у меня такая практика, собственно говоря, что он тоже, он тоже всегда пишет жалобы по своей помощи, но в своем поле так, чтобы было написано. Ну, в этот раз, надо сказать, там было несколько коллективного творчества. Я уже говорил о том, что у него там несколько человек, которые, в общем, хорошо его обнимают и как-то вот так. Они вместе, как он сказал, вместе сочиняли, вместе там писали. Есть там, конечно, индивизоры, какие, будем говорить, может быть, не очень. Такие, ну, понять можно. Собственно говоря, столько времени. Есть какие-то элементы иронии. Ирония. Ну, это тоже годится, потому что, в общем, все это сейчас будет просмотреться по всем, где он будет. Пока. А потом уже, что мы все управляемся в стаде, что все там полный протект, так сказать, уголовное дело. И будем ждать, когда изменится, изменится, в том числе, наверное, и режим нашей власти. Потому что, ну, все же меняется. Правильно. Это уже, скорее, Россия была не одна раз. Пока вот так. Если есть какие-то вопросы, надо было. Катерий Михайлович, а в СИМ-письмо там в этой колонии никак собирается? Не слышал. В СИМ-письмо не возникнут там? Все еще нет у него? Да. Электронное. Да, электронное. Электронное нет. Не будет. Потому что в Адриковане нет такого оборудования вообще. Я после его приобретения установки сейчас не стою. Поэтому, кроме других причин, просто сейчас не верю, потому что, извините, я сейчас иду в руке не стану. Нет этого оборудования. А вот на фоне этого нашего ШИЗО, штатного изолятора, сейчас у него пока отключено. Наверное, никому сейчас не позвонил, никто не скажет, позвонил, да? Может, карточки вот эти там, которые... Блокируют. Блокируют, да. Блокируют, надо ее заблокировать, естественно, потому что тут немножко времени подождать. Письма, писать про это много всего. Это получается. И все как должно быть. Спасибо, Виктор Николаевич. А можно еще вопрос? Да, конечно. Наверное, это первая ситуация есть. То есть, когда пишешь письмо, все и думаешь, можно ли это писать, или его не отдают, или нет. Ну, это уже зависит от вашего понимания, что можно, что нельзя. Если там что-то нельзя, там, естественно, не то, что отдают, там, вы можете письмо, либо могут не отдают, потому что... Ну, то же там, что... Может, вы предостережете от чего? Ну? Может, предостережете от чего? Да, хочу. Ну, пишите письмо, которое его поддержит. Не надо там обсуждать, что сегодня происходит. Скажем, вашу оценку происходящего. То, что это же у вас не политическая декларация. Это письмо человека, который себя выполняет прекрасно, без нашего нормального, потому что он все в курсе, все события. А так, конечно, и цензура, и следствие. Потому что он пишет на цензуре, можно не пропустить обязанности, и кто-то пишет. Вот такие дела. Потом, в общем, так, коротесты. Наверное, вот так. Спасибо. Спасибо, Виктор Викторович. Большой обзор Виктора Михайловича в этом томе вот декабря 2016 года по март нынешнего года о деле, о процессе называется «Поступ истории не остановить». В этом томе долго, годами мы собирали документальные материалы Юрий Алексеевич, я и наш друг Сергей Кривенко о технологии убийств. Собственно говоря, о том, как можно было придумать, выполнять эти самые все планы партии и правительства. Как рыть ямы, сколько их рыть, как закапывать людей. Есть такие воспоминания одного из чекистов, который сидел в рефортовской тюрьме. Есть эпизод, где он рассказывает о наркоме Белоруссии Насеткине. Нарком Белоруссии Насеткине ему говорил, а вы представляете себе, Дмитрий Александрович, что приходилось, вот как на это все отвечать. Каждые пять дней надо вслать телеграмму в Москву. Сколько расстреляно, сколько это. Вот напьешься, шлешь эту телеграмму. А вы представляете, сколько кубометров земли надо выкопать, чтобы закопать. Вот они решили такого, в прямом смысле такого рода архитметические задачи. Вот мы собирали, собирали эти материалы. По одной из версий, Юрий Алексеевич сидит за то, что вот он палачей разоблачал. И много о них говорил, и чекистов. Дело не в этом. Я говорил в своем более широком представлении. Но, безусловно, этот вопрос очень многих волнует. Я постоянно от него слушаю. Вот вы публикуете имена героев расстрелянных, тех, кто сопротивлялся, лучше других думал, лучше других в чем-то поступал. А вот где те, которые выполняли это все? Вот кто расстреливал, особенно этого все волнуют? Волнуют два, по моему опыту общения с гигантским количеством людей, не отерзают следующими вопросами. Один общего характера. А зачем вообще память? А вот нужна ли она? И такая память и так далее. Я, честно, на это даже не буду и отвечать. Приходится применительно, простыми словами человеку говорить. И Юрий Алексеевич сам об этом поверил. Странно представить человека без памяти и народ без памяти невозможно. Объяснять это человеку, который задается вопросом и думает, что, может быть, им не нужно, это, пожалуй, бесполезно. Но есть два очень важных вопроса. Они простые, сорнярные, человеческие. Я это понимаю. Кто расстрелял? А вот кто, собственно говоря, опустил пуля? Кто именно расстрелял? И второй, кто донес? Кто-то же донес? Это же точно сосед или вот тот, и хотел получить квартиру. И вы знаете, я перестал всерьез, впрямую отвечать на эти вопросы. Это очень давнее, десятилетие сложившееся представление, которое власть очень поддерживала, что, условно говоря, сам народ-то на себя донес, сам себя и расстрелял. Это просто есть вот какой-то вот там плохой следователь, плохой там сосед, который может что-то сделать. А еще, конечно, вот этот, который пулю допустил, а то, что была так называемая правоохранительная система, прокуратура, суды по названиям, власть, руководители всего этого государства, которые планы для этого даже упали, это остается за какой-то чертой сознания. И если в те годы, ну, скажем, времени большого стоянского террора, это можно было объяснить, что иначе и не выжить. Ведь детям не расскажешь о том, что это власть все, это при себе надо носить, выживать очень трудно и так далее, то потом, да, а потом вошло, а потом вошло и дальше, и дальше это все укрепилось. В первую, вот теперь большую, тогда 50-е годы в второй половине, и реабилитировать можно было только по заявлениям самих родственников или пострадавших, только по их заявлениям. И заявление на реабилитацию, конечно, надо было писать, что такой-то Иван Петрович настоящий советский человек. Он-то, ну, только что никому не есть, и он виноват, там, вот эти враги народа оказались, Берия, там, Дежов, там, вот Сталина стали поминать после этого. А так все было бы хорошо, и это укрепилось. Это что-то в 89-м году прокуратура была обязана пересматривать сама все эти бессудные, совершенно миллионные приговоры и их отменять. Но это укрепилось, и это существует. И все-таки, вот я решился именно к этому второму тому, особенно на фоне разговоров о том, что Дмитриев, да Палачи, да это поэт, да это Аня Палачи Иоса. Значит, действительно, об этом надо говорить. Почему? Конечно, конечно, в условиях тотального государства, при единственном радио, и монопольных газетах, и кино, и театрах, и книгах, когда лучшие перья все работали на государство, и все рассказывали о врагах народа, и это все этим кипело. Да, находились, конечно, люди, которые писали какие-нибудь такие донесения, что, естественно, их собирали еще на собрание одобрения врагов народа. В каждом учреждении был первый отдел, по месту жительства правдомы за всем следили. Все это было, и это было ужасно. Но это было все-таки фоном для железно организованной системы, в которой существовал более узкий круг людей, в том числе по распределению материальных ценностей. Я вот не опубликовывал, но есть у меня копия такого приказа к Ленинградскому управлению НКВД весны 1937 года. Пересказываю его очень близко к тому, как я его помню. Поступило к нам заявление гражданина такого-то, живущего по проспекту 25 октября, то есть это Невский проспект тогда так назывался, только в конце войны ему вернули название Невский, который пишет, что его сосед явно не наш человек, не советский, потом что-то встречается, что-то делает, ему надо внимание и так далее. И резолюция начальника управления, который потом проводил, собственно, полтора года прошли террора, потом сам его расстрелил. Не придавать этому сообщению никакого значения. У нас есть своя система, свои люди, что надо выяснить, мы это все делали и так далее. Это была партийная и с передовым отрядом чекистским система, которая работала и делала свое дело. Вот к этому именно второму томму я решил как составитель и редактор книги, не обсуждая в деталях этот вопрос по переписке, как мы затрагивали переписку, как можно. Мы ведь основные вопросы по книге мы решили, когда несколько месяцев в июре было в 18-м году дома на свободе, мы костяк книги в будущей обсудили, все было ясно. Остальное, пока его вводили по коридору суда, мы важнейшие моменты проговаривали. Или потом на встрече. В письмах ничего из этого я не проговаривал, но возбежали. Зачем? Это не нужно. Нам этого хватало, мы видим одинаково. Поэтому он часть материала уже увидел в книге. Но это было понятно, что надо это сделать. И вот я подумал, надо да, весь документальный ряд о том, как расстреливали, как закапывали, как маскировали, как раскрадывали вещи расстрелянные. И обо всем остальном надо подготовить и опубликовать. Перед этим я решил, что разделом документальным надо поместить в очередь человека, который прекрасно это знает по архивам и известен своими книгами. И Никита Васильевич Петров согласился составить из справочников, кто руководил НГВД, кто руководил НГБ. Согласился написать большой материал. Когда-то он в новой газете вышел, но в более сокращенном варианте, в палачах Сандармога. В палачах имеется именно вот эти расстрельщики, которые стреляли и могли по 100 человек за ночь расстреливать. Он написал такой очерк, коллективный портрет такого человека под названием «Палачи Ленинграда, палачи Сандармога». Это коллективисты, перетекающие друг к другу кадры чекистки, которые этим делом занимались. И вот, когда уже я получил этот очерк с фотографиями, действительно получился объемный. Я помог иллюстрацией документальных материалов, все эти документы о расстрелах и так далее, которые мне известно хорошо накопированы в архиве ФСБ. Уже после этого я решил создать свою вводку, краткую, очень с названием «Как выполнялись дешеные планы партии правительства» и затем «Документальный ряд». Надо было решиться на этом. И оно вышло. И книга есть. Я теперь понимаю, что дальше другим будет легче шагать, думать об этом. Читать это внимательно. Думаю, читатель мимо этого не пройдет. И книга мимо читателя с таким большим документальным рядом не пройдет. А вслед этому Ирина Голкова, она сегодня с нами, как раз опубликовала расследование, а что же пытались там накопать вот эти вот в 18-19 году военно-историческое общество для поддержки той идеи, что вот не одни же мы в случае в нашей истории. Вот финны, смотрите, они тут наши как снормейцев могли расследовать. Поэтому мы будем это здесь следовать и копать. Но о том, что из-за этого вышло, какое фиастое, Ира, я прошу рассказать здесь для всех. Спасибо большое. Ну, я думаю, что подробно о том, каковы были результаты, которые так или иначе были получены раскопщиками и непонятно куда делись, но были зафиксированы наблюдателями. А наблюдателями на обоих компаниях раскопочных были представители мемориала, Петербургского мемориала, Московского мемориала, Волонтеры. Ну, в общем, подробности все эти есть в статье. И если кому-то интересно, можно почитать. На самом деле, тут такие очень сложные чувства в отношении всего, что вошло в этот том, потому что очень много материалов, которые его составили, они явились не самостоятельно запланированными и проделанными исследованиями, а реакцией на ту атаку на память, которая совершалась в отношении Сандармока. И моя статья – это вот такой пример. Я никогда не планировала заниматься исследованием расстрельных мест и Сандармоком в том числе. Но понимание того, что будут приведены вот эти раскопки, изначально было понятно, как они будут приведены и с какой целью. Там был совершенно потрясающий документ в начале второй кампании, в котором, значит, в обосновании раскопок был уже сформулирован то, к какому результату они должны привести. Было понятно, что не будет ни полноценного представления результатов вот этих экспедиций ни их анализа, ни какого бы то ни было исследования на их основе. И поскольку нам удалось собрать довольно такой массивный материал, мы зафиксировали все, что можно было зафиксировать, и все раскопочные ямы, и все места, откуда были вынуждены артефакты, и все они были сфотографированы, замерены, записаны. Мы не были вольны не то, что как-то распорядиться ими потом, этими артефактами и всем, что было раскопано. И даже узнать их судьбу и человеческих останков, и тех вещей, которые были найдены, было очень трудно. И вот сегодня, к сожалению, нет имени Республики Солуновой, которая просто совершила такой правовой подвиг, во-первых, в обосновании того, не в обосновании, а в оспаривании вообще законности этих раскопок. Они были проведены абсолютно вне каких бы то ни было правовых рамок на территории мемориального комплекса. И, во-вторых, в постоянных запросах, которые побуждали, призывали, заставляли местные власти и российское военно-историческое общество как-то отчитаться о том, что они сделали и куда ни что делали, потому что это не просто что-то найденное и выкранное, а это останки людей. И была полудетективная история с тем, как информацию по этим останкам не однородовали, не давали просто каким-то очень стримым образом. прятали так, что оказалось, что история Сандарова просто повторяется. И те люди, которые были расстреляны, без суд, не похоронены неизвестно где, их вывихали и снова закопали неизвестно где. То есть, вот это вот преступление, оно оказалось, как в нынешней терминологии у нас принято, значит, длящимся, да, уже после того, как оно было раскрыто, обнародовано, вдруг оно вышло на второй круг. И вот сейчас это место все-таки обнаружено, и оно будет обозначено, и тоже будет место памяти. И, если от Сандарова будет другое место, это Недержегорское кладбище, там тоже будет место памяти. Ну, я хотела бы просто сказать еще, что сейчас мы все становимся свидетелями того, как дорого приходится платить за пассивность памяти, и каким кошмарным последствием приводит забвение о преступлении прошлого. И мы, к сожалению, видели, что преступление ненастоящему предшествует. И Сандарова стал одним из таких мест, на которые была направлена одна из мощнейших атак, к сожалению, которая не обошлась без человеческих жертв. Но мы увидели на примере Сандарова и другое, как память может сопротивляться. И мне кажется, вот эта книга и то, какое она сейчас получается, это не завершение совершенно. Работает это только второй том. Список людей, которые здесь опубликованно дошли до того, то есть будет еще много томов до завершения списка. Но она где-то наполовину, если не больше, состоит не из списков, а из документов, материалов и исследовательских статей. И эти исследовательские статьи – это в большинстве своем отклик на ту атаку, которая была произведена на памяти. То есть мы видим, что память сильна, она умеет сопротивляться, она умеет себя оставить. И то, что Сандар Мох остается в тем местном памяти, который был, остается этот день памяти, 5 августа, в который люди продолжают собираться, продолжают сидеть память, остается сообщество памяти, остается все мы, которые собираемся, помним и говорим о том, что было и что есть. Это… Нельзя сейчас говорить о победе, конечно, потому что это проведено далеко. Но это то, что важно продолжать. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Вот у нас здесь и в этом зале замечательная группа поддержки Юрия Алексеевича. Я просто сегодня счастье ощущаю от общения. И уж кто, кто мог бы о переписке рассказывать, кто ведет самую большую переписку постоянно с Юрией Алексеевичем, когда была возможность электронную, когда нет, то печатную – это Наташа Люмина. И я очень прошу Наташу получить. Пожалуйста. Здравствуйте. Очень рада всех вас видеть. Не было бы несчастья… Не было бы счастья… А несчастье помогло… Эта пословица… То, что благодаря Юрию Алексеевичу мы узнали друг друга. Если бы его не было, я бы, наверное, вас всех не встретила. Потому что мы очень разные. Разные сообщества, разные группы. Все очень довольно замкнуты живем в наших этих коконах. А благодаря Юрию Алексеевичу мы все встретились, поехали в Петрозаводск. И Петрозаводское сообщество стало для нас родным. И вдруг стало постраиваться. Вот. Хотела бы сказать о том, что мы стали делать даже майки в честь Юрия Алексеевича. Это вот идея Дмитрия Цвибеля. А потом мы решили провести такое народное голосование. Смотрели, что Юрий Алексеевич написал. И сделали несколько майок. Вы можете потом взять донаты. Вот. «Без памяти нет народа». Сила страны очень актуальна. Цитата не в пушках, не в танках, не в ядерных накетах. А в людях. И замечательные его слова, которые встречают всех при двери. Ну, не только его слова, конечно. Это слова из Библии. Которые встречают всех на входе в Сантермох. «Люди, не убивайте друг друга». Сейчас эти слова стали ужасно актуальными. И, возможно, даже... Ну, в общем... Не знаю. Не все, не каждый человек захочет сейчас надеть эту майку. Потому что, если вас увидят в майке «Люди, не убивайте друг друга», и решат, что вы, может быть, что-то такое опасное хотите сказать. Да. Вот. И вот, отвечая на вопрос одной зрительницы, что писать Юрий Алексеевич? Мне кажется, нужно просто писать о том, что вас волнует. О всех красках жизни, о прочитанных вами книгах, о фильмах. То, что он не может увидеть, услышать. Пишите просто о том, что вас именно беспокоит, именно вас. Не надо каких-то общих слов. Вот. Я хотела бы тут зачитать слова, которые Юрий Алексеевичу написал Владимир Карамурзан. Если вы будете в контакте с Юрием Алексеевичем Дмитриевым, ему огромный привет и низкий поклон за все, что он делал. И уверен, будет еще дело после освобождения. Для памяти. Большой буквы. На таких праведниках, как «Онство» и от города. Мы от Юрия Алексеевича эти слова отправили. Ему, кажется, будет очень важно. Я хотела бы тут, может быть, если еще вы мне отдадите время, зачитать несколько слов, которые Алексеевич написал в своих письмах. Мне кажется, что надо вот такие кусочки его воспоминаний собирать. И, может быть, мы тоже новую книжку сложим. Я его как-то спросила, когда он начал читать. Поделилась сама своими впечатлениями, когда я начала читать. Там книжка «Окрасной шапочке» была моя первая. А Юрий Алексеевич ответил. Читать я самостоятельно начал с третьей четверти первого класса. Это значит, с января 64-го года. Тоже зашел в школьную библиотеку. И там мне всунули книжку в руки, потрепанную с картинками. И велели сидеть за столом, рассматривать книжку, а взрослым не мешать. Но я посидел, попыхтел минут 15, попросил книжку заменить. Меня спрашивают, а что, картинки не понравились? Понравились. Но я хочу другую книжку. А эту я уже прочитала. Из первых книжек он запомнил «Айболита». Это был 63-64 год. А потом уже пошло-поехало. «Окня Барто», «Маршак», «Журнал-мурзилка», «Веселые картинки», «Пионер». А с какого возраста он себя помнит? Это вопрос сложный. Иногда кажется, что какие-то эпизоды помню, как… Извините, что ты помнишь трех лет? Ну, в четыре уже вполне себе хронология могу составить. Тоже какие-то эпизоды, может ответить. А по поводу… Я его спросила, когда вы начали заниматься репрессиями, почему вы заинтересовались этой темой? Я его написала. «По этой репрессии я вообще себе голову не забивала». Узнав, что один дедушка умер в 34-35 году, а папин папа умер в 42-м году, и всё. Для меня эти истории начали открываться в 15-16 лет при прослушивании всяческих голосов. И думал я когда-нибудь, что и сам на этих радиостанциях буду звучать. Да и… А когда в жизни… Однако пришлось и приходится людям и про меня слушать теперь. Так… А реально, что называется вручную, в прямом смысле этого слова, я со стрельными столкнулся в году в 88-89-м. И собирал, и выкапывал, и доказывал, что это не жертва, а ченитисхана. И много чего другого сделал. Вот так вот. С приветом, Хатабыч. Вы знаете, что Юрий Алексеевич нам пишет, что Хатабыч – действительно такой у него аватарь. Так что пишите Юрий Алексеевич, пишите… не думайте о цензуре, точнее думайте, но в рамках того, что вы считаете конституционно вам позволяет Конституция России, права человека и вообще в целом ваш разум. Да. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Наташа. Вот Саша Кононова здесь. Да. И я всегда вспоминаю, как они радостно обнимаются с Юрием Алексеевичем, когда вот такая возможность на свободе и на расстоянии. Прошу, мне обещал Саша два. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу сказать большое спасибо сначала организаторам и всем пришедшим за то, что эта презентация происходит. Это прекрасно. Очень давно не было событий, где люди, которые поддерживают Юрия Алексеевича, могут лично встретиться и учитывать свои мысли на эту тему. Поэтому давайте не будем недооценивать сегодняшний и вчерашний вечер. И я хотела бы сказать, что я думаю, что место памяти Сент-Армок в том числе и вообще место памяти – это не только страшное место, как его говорят, для того выходить от этого образа, чтобы не было далкивающего впечатления. И скорее, на мой взгляд, это место как бы клеточка света, которая, ну, проливает, в общем, свет вокруг. И книга памяти, соответственно, это тоже, ну, такого размера клеточка света, источник света. Потому что, если находиться в этой комнате в темноте, то, как бы, чего бы страшного там ни находились, при потребности перебегаться в комнате, вы все равно наткнулись на это. Поэтому, наверное, лучше, чтобы был источник света. И чего бы там страшного ни было, вы могли об этом узнать и как-то заранее оценить свои силы. Вот, поэтому я предлагаю такой попытаться заменить добрость, чтобы это не было поглощающим каким-нибудь местным злодеянием. И название книги отображает смену образа. Это не только место злодеяния, это сейчас уже место, куда вложено очень много очень добрых сил. И я думаю, что приезжающих Сент-Армок это видят и чувствуют всей своей душой. И большое спасибо всем, кто создает эти добрые силы, всем, кто участвовал в этой книге и в сегодняшней презентации. Тоже давайте просто распространять то хорошее, что накапливается благодаря плохому, и ценить то, что уже есть, ценить труд этих людей, и создать людей так строго. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Саша. Это правда. Вот, Сандарова меня дело привез впервые в 2000 году, а в 2007 году, когда была Куркова, снимала фильм «На фоне Кушкина в 1937-й год» четырехсерийных документальных институтов, и попросила меня сняться в одном из сюжетов, в одном из героев. Я сказал, что без Дмитриева не поеду на Сандарова. Для нее это было новое все, но согласилась. И в итоге, я не могу с его комментарием. Здесь есть один из кадров книги во время съемок фильма «На фоне Кушкина в Сандар-Моке», вот это наша задача. Мы ведь не остановимся. Я все время на этом говорю. Мы не остановимся. Мы будем найдены новые, известные места злодеяния, превращать в места памяти. И правда, я так же вижу, как Саша. Я, когда меня просят везти людей, обычных посетителей, школьников и паломников. У него шелстное мемориальное кладбище – это бывший спектр объект госбезопасности, один из крупнейших в Советском Союзе. Там 11 гектаров леса, из которых шесть с половиной. Яма на яме в криптык заполнены растерянными людьми. И я помню, как в начале, когда пустили людей впервые. Это был 1990 год. В 1989 году явили в горячем кладбище. Состоялось первого канихида 21 октября. Опустили широко людей на Пасху и Троицу 1990 года. И первые посетители входили с чувством ужаса в это место. Огороженные забором с колючей провокола. Кошли по узкой тропинке в глубь тяжелого елового леса. Но они тогда уже принесли с собой, чтобы было легче держаться. Кто-то записочку, кто-то фотографию, кто-то христика, иконку. И стали, где там сердце полкнет, видимо, кого-то, стали оставлять где-то на деревьях. Потом на земле. За эти годы там тысячи подобных знаков. Это место очень сходно по тому. И люди поставили памятники, какие хотели. И эти места перекликаются, места памяти. И я вот о чем. Когда меня просят там кого-то вести, я совсем другим чувством веду, чем когда это было в 1990 году. Мне радостно говорить что-то об этом. Я рад, что я в жизни приложил голову к этому месту. Что здесь оно наполнено памятью. Люди нашли место, где оставили эту память. Вчера вспоминал, я это часто вспоминаю в интервью, когда, по-моему, это был 2008 год, по-моему, на семинар в Париже меня пригласили, посвященный местам массовых злодеяний, массакры, по-моему, по-французски называется. И французы рассказывали о сожженных нацистами деревнях во время войны. И я рассказывал. Али Вашилов меня попросили рассказать. И тогда мне пришло в голову о том, что же общего слушал французов. Конечно, великолепно организованы их места памяти. Я уже не говорю о финансировании. И о том, какое значение там имеет общественное управление процессом. Там они говорят, что если президент приезжает, то пока общество потомков не решит, что он, как это положено, пройдет, что он скажет. Они здесь основные. Они решают это общество. И вот я тогда подумал. Чем особенны такие места? Почему мы так их должны беречь? Как сказал 5 августа по телефонной беседе Сандармо, когда дозвонился Юра, что много болевых точек сейчас в России. Ну, пожалуйста, берегите Сандармо. Берегите то, что у нас есть. Вот почему. Представьте, вот это десятилетиями. Молчали. Фаскудно. Жили, как забором окруженной вот этой больной своей памятью. Множество, множество. Миллион. Мы говорили о миллионе погибших только за полтора года. А ведь у этого миллиона. Были многие миллионы родственников, друзей, знакомых. И 50 лет никто ни о чем не знал. Да? Хватали сзади, залавали руки, раздевали, вязали, везли. Двумя машинами по 25 человек, груженными в лес, и там расстреливали. И вот через десятилетия люди в тех местах, которые узнали, пришли эти родственники на такие места с этой своей больной памятью. И я наблюдал много раз, как они ходят по таким местам. Они могут приехать раз, два, не сразу. Люди все разные. Но вот многие плачут, думают. Потом по этому месту смотрят, что находят другие люди, такие же, как они, похожие, с такой же историей. И вот они начинают что-то отдавать из этой памяти. Они отдают, им легче. Они отдают часть этой памяти. И она остается здесь, в прямом смысле. Она остается в этом месте. А те, кому все равно, как когда-то нас школьниками возили по каким-то местам в сожженной деревне, от Белоруссии по Белоруссии, или когда нас возили, отец служил в СВГ в Германии, на бывшие нацистские лагеря, которые стали... Кто-то из нас, будучи пионерами, не особенно макнув рукой, кто-то... Но у многих жизнь отложилась. Запомнили. Потом это помнилось. Это было очень важно. Почему? Потому что это вот именно в таких местах, где память оставлена, кого-то это цепляет. Ведь моя история, почему мне это так близко, она так и сложилась. Мне это было важно. Я тогда запомнился, запомнился. Я понимал эту историю. Вот почему эти места особенно важны. Мы не отдадим их. Мы не отдадим их. С Сандармохом вот эта история наезда, я считаю, что потерпела полный прах. Правда. Обратите внимание. Я... Не подошел об этом. Не стоит еще пока что сегодня говорить. Не стоит пока сегодня говорить. Потом расскажу. Когда мы добьемся своего следующего шага в Сандармохе. Юра добьется своего даже синего изолятора. Двенадцать лет, как был... Как рухнул, как будто бы от заморозка ночью в барельеф на камне, где написано «Люди не убивайте друг друга». Ночью упал, рассыпался, разбился. Заморозки, перепадь и пятую. И двенадцать лет, если не чуть больше, не было денег, никак не восстановить. Хотя был один из авторов же, и можно было бы что-то сделать. Никак не находилось в Карелии до этого силы. И вот, когда Юра был летом 2018 года на свободе, мы устроили маленькое совещание у него дома. Юра, Анне Ировая, я и Валера Казов. Один из авторов этого барельефа. Это была Сирина. Юра Базов. Валерия. Они большие друзья. Так, Валера. Так, не надо. Не надо. Не надо. Вы мне не говорите. Все можно сделать. Так, ты можешь... Вот короткий тебе дается. Неделя, да? Полтая неделя. Можешь вылепить такой же барельеф, чтобы представить его? Пожалуйста, сделай. И Валера вылепил этот барельеф. И сказал, что он... У него мастерская, и он его, если нужно, будет сделать. И когда в 2018 году на 4-5 августа приехали... А Юра уже арестовали. Он уже столом был за стенки. Приехал в эту нежеледовственную рабочую группу векающей памяти в Петрозаводске из Сандарбог. Я показал барельеф, вылепленный автором, и сказал, что проблем-то нет. Вот автор. Это можно сделать. Деньги... Говорят, деньги не находятся местные. И тогда Николай Александрович Федорцев обратился к Роману Владимировичу. Роман Владимирович, ну, если никак не найдут на месте деньги, сможем мы помочь этот барельеф? Сможем, сказал Роман. Конечно, поможет. Конечно, сделаем. И вот Юра, он в заключении, а барельеф восстановил. Восстановили. Все сделали. Все оказалось себе возможным. Да. Спасибо. Здесь вот 4 августа нынешнего года мы ехали, мы ехали ласточки из Петербурга в поезд. Я вез, ну, я решил, надо побольше. 50 книг я вез для презентации в Сандармух. Первая была большая презентация в Петрозаводске. По традиции мы начинаем с Юриных родных мест. И в поезде у меня были все книги в пачках упакованы, а одни были отдельные. И со мной ехала Наташа Николаева, вот ей она очень просила этот том. Ей-то я из первых томов и предложил. Наташа здесь я видел сегодня, в нашей поддержке. А прошу, скажите. Звучит. Не кое-как. Звучит. Знаете, я впервые в этом году на 5 августа поехала в Саннармох и понимаю, что это нужно делать просто ежегодно. Я познакомилась с великолепными людьми там и когда я приехала, я, естественно, сказала всем, своим знакомым. Я надеюсь, что наша группа будет увеличиваться с каждым годом. Так что спасибо, вы просто делаете святое дело и надеюсь, что нас будет больше. Очень приятно видеть лица, с которыми совсем недавно вам бы сообщались. Спасибо. Спасибо. Вот тут мне сегодня допинг для моей лучшей работы подарила Елизавета Дмитриевна Перепеченко. Она живет в Подмосковье, но когда в Питер приезжает, мы всегда видимся, берем кофе, обсуждаем. Она всегда совершенно жива. И, кстати, расспрашивает об этом деле, о Дмитрии. И пришла сегодня на... Вы еще здесь, Елизавета Дмитриевна? Пожалуйста, Елизавета Дмитриевна. Вот я вам и дом это тоже подарю. Скажите, скажите вот о своей, о своей истории, которая отражена в мультирологии. Почему это для вас так важно? Спасибо. Для меня это очень важно. Я с Дмитриевне знакома, но очень действительно, очень переживаю за него, потому что это вообще уже полный беспредел. А я познакомилась с Анатолием, я только очень давно, не знаю, я и 20, наверное, назад, да? Я даже не помню, не помню, когда, потому что он занимается интенсиями, то есть возвращает имена. А у меня, в моей семье, моей близкой, 20 человек пострадало. Начинаю, значит, папа, ну папа вернулся, правда, мама, бабушка, бабушкины братья, две прабабушкины. Ну, в общем, я все равно люблю детей, но огромное количество. И вот, благодаря Анатолию Яковлевичу, тоже я еще, если хочу узнать, что... Причем сначала я узнала о тех, которых исчезли в 18-м году, как заложенка, прадеда и трех его сыновей. А потом постепенно, через 53 года, я узнала, куда исчезла мама в 41-м году. В 46-м году я блокадница еще в докладах, и поэтому я была в детском доме, уже никого из родных не было. Вообще это чудо, что я выезжала, потому что, понимаете, 7-летний ребенок в блокадном городе остался совершенно один. Спасали чушевину, детский сад, детский дом. И когда вернулся к папе, он совершенно ничего не рассказывал, и поэтому уже после его смерти, уже когда кончался Советский Союз, я начала, когда можно было уже, понимаете, что-то найти, я начала искать. У меня все время прибавляется, сначала несколько человек, потом, и сейчас уже, в общем-то, я даже рада, как говорится, еще дошло до 20-ти человек. И все это, понимаете, я вам благодарна Анатолий Яковлевичу безмерно, потому что он все время помогает. Дело в том, что у нас общество «Женство и песен» в городе есть, и я, как его прецедатель, тоже представила, я была заместителем, и Анатолий Яковлевич, это, значит, помогает, потому что, например, нужно было найти родителей, отца одной нашей знакомой. То есть она ничего о нем тоже не знала, он исчез, и все. И я написала Анатолий Яковлевичу, знаете, буквально через несколько дней он написал, вот куда делали, что, куда он, оказывается, был не расстрелян, а он был выслан. Ну, поэтому я стараюсь, да, конечно, с Анатолием Центрином, и самый не родной, но самый близкий человек для нашей семьи. Спасибо, Анатолий Яковлевич, большое спасибо. И спасибо, и спасибо музею, понимаете, потому что это ни в коем случае нельзя, нельзя, чтобы музей почти был учитель мемориала, понимаете, нужно, то есть я боюсь все время, что это когда-то опять прекратится, начнется опять 37-й год. Поэтому держитесь, пожалуйста, ребята, спасибо. Спасибо. Да, никакого уныния, никакого. Живем дальше. Друзья, вы можете еще кто-нибудь, кто хочет, выйти сказать, задать вопросы? Олег Горбов, у нас больная собрание. Да, я вот тут две вещи хочу сказать. Во-первых, кто-то высказал предположение, что, может быть, какие-то публичные выступления могут помочь Дмитриеву. Понимаете, что те силы, которые сейчас движутся в сторону безумия и самоубийства, они прошли несколько точек невозврата. И тело Дмитриева одна из таких точек. И какое-либо обращение к ним абсолютно бессмысленно. Это вот одна вещь. А вторая, собственно, про тот высвеченный кусок. Сундамок – это некоторая очень небольшая точка высвеченная. Внутри, опять же, очень небольшого эпизода, который мы называем большим террором, но который был отнюдь не самым значительным по количеству убитых людей за время советской власти, скажем так. Вот даже такая простая вещь. В Сандармухе расстреляно 1111, как их называют, канала армейцев. Если читать описание строительства Беломор-Канала, туда с какого-то момента свозили расплаченных на строительство. Десятки тысяч привезли. Ну, где же, по-моему, с конца 32-го и в 33-м году. Понимаете, что такое расколоченные? Это большие крестьянские семьи. И вполне описано, ну вот, взрослые, которые могли работать, получали пайки, а дети вымирали все полностью в течение одной земли. И вот вымерли с голодом. Это тоже надо помнить. А ведь расплаченные – это тоже небольшая честь погибших во время коллективизации. То есть, вот, если мы посмотрим на то, что происходило, это только верхушка айсперка. Даже весь большой террор – это только верхушка огромного айсперка. И об этом тоже надо помнить. А что же делать? Вот, помнить, поддерживать память, поддерживать некий разум в себе и в детях. Ну вот, все, что... Анатолий Михайлович, представьтесь. Шнитке, Николай Анатольевич. Николай Анатольевич. Да. Спасибо. Увидел вас, да. Спасибо, Николай Анатольевич. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и учитывая, почему каждая из книг памяти, а их уже изданы тысячи томов, и у них помянуты по моим представлениям, а я готовлю и веду общий указатель всех книг памяти дежурных пенсий, и по моим представлениям в них уже обнародованы около пяти миллионов игр. Ну, каждый из них, да, действительно фрагмент, и каждое имя важно, мы этим и занимаемся. Когда, вы знаете, вот эти люди, которые будут говорить, что «да подумай, что там на дорогах больше погибает, и вообще, о чем вы этого правильно заняло, того не это», и так далее. И я понимаю, что их ничего не волнует. И статистикой, я в этом специальной статистикой не занимаюсь. В своих домах партиролога у меня был помощник Юрий Петрович Грузин, он брал на себя эту задачу, в каждом доме составлял статистику. А я понимаю, что если для одного эта статистика и это ужас, но для другого это просто, ну и что? Ну подумаешь там, миллион, ну а миллион, докажите, какие-то миллионы. Но все-таки в последние годы, и раньше я опирался вот на что, на вопросы о статистике. На одном из семинаров в мемориале выступала представитель нашей генеральной прожатуры Весновская Галина Федоровна, кажется. Вот, и ей задали тогда, это было уже лет десять, наверное, назад, давно. Ей задали, как раз вот этого вопроса, скажите, все-таки, гляньте, ну сколько? Сколько? Сколько больше? И она чуть помедлив сказала, речь идет о миллионах. Вы знаете, этот ответ оказалось для меня, этот ответ абсолютно точно. Потому что мы, как бы мы там не сводили разводные статистические данные и так далее, но мы пока, мы о войне, о которой так много, той, второй мировой, о которой так много говорят, пишут, вамфары, другу. А мы до миллиона не знаем, сколько человек погибли, пропали без. Тем более, вот той памяти, которая позднее пришла в общественный свободный оборот во время Большой Ортебели. Да, мы пока не знаем, но речь идет о миллионах, и это мы все знаем, о миллионах. Однако, вот цифры появились, которые я теперь привожу вслед. В 15-м году была принята концепция государственной политики в ГАИ. И там приведены такие их следующие цифры, что с 1991 года, вот цифры самой новой России, в которой мы живем, которая, с моей точки зрения, к сожалению, не состоялась во многом. Это какая-то Россия 2+, если иметь в виду революционную Россию, а потом советскую Россию считать Россией. Мы, наша Россия, она, к сожалению, во многом еще не состоялась. Но в ней, в этой России, от каждого из нас еще что-то зависит, как пока на сегодняшний день, с 1991 года органов и прокуратуры были вынесены по 2014 год около 4 миллионов реабилитационных заключений. Но это на кого-то все-таки производит впечатление. Потому что, если иметь в виду, что еще до того был процесс реабилитации, и если иметь в виду реабилитацию не только на территории Российской Федерации, о которой мы говорим, то да, это опять-таки речь о миллионах. И мы совершенно не забыли, я сегодня как раз и говорил о том, и Юра не забыл. Да, у него этот том-то и называется вторая часть. А когда он создал список о спецпоселенцах в Карелии, вот эти как раз раскулаченные крестьяне, там 120 тысяч имен, включая деток, которые умирали в первые годы. Многие из этих труб-поселенцев бежали в своих поселках. Их лавали обратно определяли. Затем многие их расстреляли в гладби семей. А когда началась Вторая мировая война на территории Советского Союза, то все эти труб-поселки перетащили в спецпоселки, но тоже в спецпоселки, в Коми. И там ведь те, кто уцелел в Карелии, они там жили, пока не вздох тот вождь в 1953 году. То есть их выпускали потом в 1954-1955 году тех, кто уцелел. Это да, но мы каждый его называем. И Юра с его отношением к каждому имени, он меня чуть-чуть-то замучил в этом смысле. Ты вот готовишь это, спецпоселенцы, да? Должно быть опубликовано. Не все, а так вот, как у нас в мартирологии. Что такое? Имя, а потом там подряд в подбой строчку там, а жена там, дочь там, сын там. К каждому отдельную строчку должно быть в книге. Я говорю, Юра, ну как-то пей это по семейной справке и публикуется в книгах памяти именно так, как правило. Говорят, нет, ты знаешь, ну хорошо, будешь делать для электронного варианта, ты поговори с компьютерщиками. Но могут же они отбивку сделать для каждого ребенка. Вот его подход. И это правильно. И мы этим занимаемся. Мы этим заняты. Сколько сил хватит. Мы не останавливаемся и понимаем, что все мы, может быть, и не сделаем. Как все места злодеяний не откроем. Как, может быть, не все имена. Но занимаемся. Продолжаем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, каждый из вас может, мы дарим каждому по второму тому книги. Вы можете подойти и получить этот том. У нас, кроме этого столика, еще есть экземпляры. Если кому-то не хватит, я почкой высоваю из почтового отделения библиотеки. Вы тоже можете мне просто адрес сдать, если кого-то не бывает, я вышлю. Здесь, как у Юры всегда на презентациях, он всегда, так сказать, стоит банка. В значок третьего тома можно что-нибудь оставить. Значки лежат с Юры. Вот это вот все. Все это вам. Мы дарим. Я думаю, я еще слышно. Знаете, я о чем вам скажу? Вот перед вами шел ряд изображений. Первый ряд, а тут есть два ряда, соединенные в одну презентацию. Это иллюстрации из второго тома Сандарвуха. А вслед за ними цитаты больших людей в нашей истории. Которые, по-моему, есть оправдание какое-то тому, что происходило, что можно было этому противостоять. Откуда появились эти цитаты, как я это собрал? В 2015 году я был членом жюри на создание общероссийского памятника жертвам политических репрессий в Москве, который в конце концов я за другой проект голосовал. Ну, в конце концов я установили как стену скорби. И там по сторонам стены скорби были задуманы две вертикали для текстов. Я тогда подумал, а какие же я предложил бы тексты для такого памятника? И по памяти выбрал вот эти цитаты этих людей. И потом понял, когда уже это все собрал, получилась хронологическая перекричка мыслей. И я понял, чего лучше я, наверное, не предложил и не придумал. К сожалению, никто не решился такое к памятнику. Я разослал членам жюри, и Арсений Борисович Рогенский написал мне слова благодарности. Помню. А теперь, когда у меня есть картинки, презентации, я кому нужно могу прислать. И при таких событиях, как наша презентация, я предлагаю учитывать эти мысли. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо. 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 Спасибо.